Новый фильм Кроненберга хорош в качестве дополнительного материала в курсе по истории психоанализа. Историческое правдоподобие костюмов и декораций является несомненной заслугой создателей фильма. Однако режиссер умышленно обошел все самые интересные моменты, острые углы и сложные вопросы в истории взаимоотношений Юнга, Фройда и Шпилрейн. История, которая оказала важное влияние на развитие теории и практики психоанализа, в версии Кроненберга превращается в банальную голливудскую лав-стори на грани фарса про незадачливого докторишку-подкаблучника, который спит со своими пациентками, трясется над своей репутацией, а потому страшно стесняется, краснеет и боится, что его жена обо всем угнает. Сюжет становится откровенно комичным, когда оказывается, что о похождениях нашего швейцарского лавелласа знают все вокруг, включая самого доктора Фройда из Вены, кроме собственной жены Юнга. Окажется, что Кроненберг сознательно снимал Водевиль. Все персонажи похожи на маски. Юнг – трусливый герой-любовник. Фройд – жадный шейлок. Шпилрейн – типичная русская мазохистка, как и все русские женщины. Просто коллекция стереотипов и анекдотов на тему психоанализа. Для овязчивого комизма Шпилрейн оставалось только броситься под поезд в конце картины. А между тем, именно Шпилрейн обязаны мы тем психоанализам, которые существуют сегодня. Именно она открыла влечение к смерти, которое заставило Фройда пересмотреть всю свою теорию и метапсихологию. Именно благодаря ее исследованиям сексуальности и деструктивных чувств появилась вторая топика и новая модель психического аппарата. А ее книга «Деструкция как причина становления» стала чуть ли не главным событием в русской аналитической мысли. Именно Сабине Шпилрейн обязаны мы современной теории влечения. Не говоря уже о ее вкладе в развитие детского психоанализа, который венский классик как-то обошел стороной. Перу Шпилрейн принадлежат одни из первых клинических случаев лечения детей, которые оказали влияние на всю дальнейшую практику. И в этом смысле, в этой области она оказалась таким же новатором, как и Анна Фройд и Мелани Кляйн. Фигура Шпилрейн явно не сводима к тому карикатурному образу русской истерички, которую представляет нам Кроненберг. Он сознательно игнорирует интереснейшую и сложнейшую историю взаимных отношений, влияний и влечений между Фройдом, Шпилрейн и Юнгом. Вместо этого мы видим плоские характеры, исполненные гротеско. Основным вопросом, вокруг которого вращается сюжет картины, является вопрос о трансфере. Что отличает истинную любовь от влюбленности в доктора? Какую роль играет истина в любовных отношениях? Как может обладание ею или утрата ее сказаться на сексуальности человека? И где пролегает граница между любовью к женщине и любовью к истине? Все эти нитшанские вопросы оказываются совершенно не по зубам Кроненбергу. Мы видим доктора Юнга, который разрывается между познанием и страстью, между соблазном плоти и соблазном знания. За его плечами словно стоят рафинированный интеллектуал Зигмунд Фройд, который настаивает на рационализме, призывает к проработке и символизации влечений. И с другой стороны такой чертик Отто Гросс, который подталкивает его к непосредственной реализации своих низменных позывов и плотским утехам. Если исходить из гипотезы, что психоанализ должен позволить человеку перебороть свои комплексы и встретить свои влечения, то возникает резонный вопрос, заданный Отто Гроссом. Почему бы не подсказать и не помочь человеку сделать то, чего он хочет? Если пациентка говорит, что хочет покончить с жизнью, я подсказываю ей наиболее простой и безболезненный способ уйти из жизни, говорит он. Перед этим предлагаю, правда, стать ей моей любовницей. И она соглашается и на то, и на другое. Очевидно, что такой вариант никого не устраивает, поскольку речь идет о влечениях бессознательного, о тех влечениях, о которых мы понятия не имеем. Дело вовсе не в том, чтобы потакать своим сексуальным и агрессивным позывам, которые время от времени навещают наше сердце. Не в том, чтобы пествовать размузданность желаний, а в том, чтобы понимать логику работы влечений. Задача анализа состоит в том, чтобы пересобрать душевный механизм, а не просто заменить одну иллюзию другой. Об этом же говорит и Кроненберговский Фройд. Нам не нужна ни религия, ни вера, потому что мы стремимся к познанию, а не к заклинанию призраков. Фройд создает психоанализ тогда, когда отказывается от идеи отыгрывания симптома, от того, чтобы аналитик занимал место отца, говорил от его имени и играл его роль. Катарктический метод Шарко, который, впрочем, и в наши дни стал широко известен под именем семейных расстановок, кажется Фройду изначально лукавой иллюзией. Отыгрывание может создать только видимость достигнутой цели, только разыграть ту сцену, в которую ты включен. Дескать, ты хотела соблазнить своего отца, так полюбуйся же на психоаналитика в своей постели. Но все это ни на йоту не приближает нас к проработке симптома и к встрече со своими влечениями. Если уж ставить перед собой столь амбициозную цель, то следует принять всю ту тревожность и разрушительность влечений и стоящую за ними смерть, влечение к смерти. Кроненберг предлагает нам скупую черно-белую ситуацию. Либо путь ботаника, который не признает никакой плоти, либо путь самца, который использует теорию для обхаживания местных курочек. Лед и пламень, вода и камень, между которыми мечется несчастный доктор Юнг, который так и запутывается в своих навязчивостях, трусости, чувстве долга и окончательно потопленной репутации. И только Сабине Шпилрейн удается достичь синтеза двух этих началов – любви и смерти. Именно истерия приносит в психоанализ страсть и эротику влечений. И делает его не просто герменевтикой психических процессов, не просто академической дисциплиной, а наукой о любви. Таким познанием, которое затрагивает эрос и захватывает влечение как пациента, так и аналитика. Без этого психоанализ стал бы просто одним из видов психологического знания, одним из видов психотерапии. Именно открытие трансфера, которому и посвящен фильм Кроненберга, делает психоанализ особым видом знания, особой специфической наукой, познание которой невозможно без инвестиций в своей личности. Психоанализом нельзя заниматься отстраненно и объективно. Иными словами, нельзя прослушать курс лекций по психоанализу. Психоанализом можно заниматься только на кушетке. По этой причине его и следует назвать опасным методом. Истерический субъект напоминает нам о конкретно телесном измерении истины. Поэтому Лакан и называет истерию изнанкой психоанализа, его противоположностью, с которой он постоянно находится в диалоге. Истеричка говорит своим телом то, что не может быть представлено в языке. Поэтому задачей аналитика является концептуализация этого конверсионного опыта. Не столько воязыковление тела, сколько оязычивание всего психического опыта. Приближение влечения к смерти. Именно об этом говорит нам опыт Сабины Шпильрейн и в этом состоит ее основной вклад в психоанализ.